Псевдоремонт. Детская игровая площадка, которую с такой радостью, менее года назад открывали в Ивано-Франковске, разрушается на глазах. Кто заработал на этой реновации и куда теперь отправятся детям? Подробнее в нашем материале. Песни, танцы, радостные лица детей и торжественное перерезание ленты. Вот так помпезно в июле прошлого года в Ивано-Франковске власти открывали отреставрированную детскую игровую площадку. Не стесняясь в своих речах, чиновники на перебой хвастались результатами проделанной работы. Игровой комплекс советских времен после капремонта действительно преобразился. Разноцветные башни, мощеные насыпные дорожки, новые конструкции, подсветка всей территории. На все это из горбюджета потратили более полутора миллиона гривен. Прошло меньше года. И вот так детская площадка выглядит сейчас. Сказочная крепость, как после бомбежки. Играть в таких условиях 12-летний Павел уже давно не рискует. Там средняя нормальная штукатурка начала уже через месяц после открытия. В городском управлении капстроительства, которое заказывало работы, признают, ремонт провели с нарушениями. И чиновники уже обязали фирму подрядчика все исправить. Согласно тендерной документации, выполняла ремонтные работы фирма «Элитка Рандбуд». Съемочная группа подробностей отправилась по официальному адресу компании. Офис мы нашли, но нужной фирмы здесь не оказалось. Но оказалось, что руководителем фирмы «Карпатская строительная» и предприятия «Тегеран» на самом деле является тот же человек, что и директор «Элитгарант Будда» некий Юрий Шелест. Только за прошлый год его фирмы освоили более 60 миллионов средств из городского бюджета. Жанна Дучак, Зиновия Автонас. Подробности – телеканал «Интер», Ивана Франковск.